Я знаю, что ты являешься магистром богословия, насколько я понимаю, да, и даже учился, правь меня, если я не прав, и даже учился в той семинарии богословской в Минске, которую, как в Украине сейчас говорят, очоливал, то есть, я не знаю, как я правильно произношу, либо нет, но возглавлял епископ Хомич Сергей. Мы давно педалируем тему коррупции в церкви, рейдерских захватов, воровства финансов, разделения церквей, но такие темы людей не особо тревожат, но вот эта тема, я назвал ее педопасторы, недопасторы, либо педопасторы, педофилия среди высшего эшелона, в основном, песятнических протестантских церквей, здесь в США и в Украине. Что ты думаешь вот насчет вот этой проблемы, которая замалчивается, скрывается, еще никто, насколько я понимаю, не высказался из высшего этого эшелона, либо по эту сторону, либо по ту сторону океана? Ну, из того, что я слышал, вот, по-моему, одни эмоции, то есть, высказываются, но высказываются в ту сторону, что вообще эту тему нужно замалчивать, мол, это никак не идет на пользу ни церкви, ни народу Божьему. Поэтому, если в сторону, например, отставить все эмоции, которые действительно неприятны, потому что что здесь скрывать, неприятная тема, неприятное событие, но тем не менее, правду нужно говорить. Если отставить в сторону все эмоции и, допустим, посмотреть через призму Библии, скажем, вот ситуация с Ананией и Сафиром в Библии, тоже неприятная ситуация, которая случилась с апостолами. Ананией и Сафиром были уличены, ну, не в педофилии, не в сексуальном грехе, а в финансовой такой, знаешь, вот, нечестности, чего финансовой нечестности тоже хватает, скажем, среди церквей, среди видных людей. Вот, похожая ситуация в первой апостольской церкви. Скажем так, апостолы могли бы так, ну, между собой рассудить и сказать, мы молодое движение, вот, мы здесь проблемы имеем от римлян и вообще реакция народа разная. Давайте мы будем замалчивать эту ситуацию. Ну, случилось так, Ананией и Сафиром там поразил их, вот, Бог своим судом. Давай, Петр, мы как-то не будем распространять эту ситуацию, замолчим, там, кто знает, тем более все времена в отсутствии интернета это вообще легко было бы сделать. Вот, но две вещи там произошли. Вот, когда я читаю Библию, то есть, как мы должны относиться к этим ситуациям. Там написано, что они не стали замалчивать, об этом слышали все. То есть, на тот момент, какие были средства коммуникации, там, местные блогеры, местные, там, путешественники, братья, которые, там, из города в город шли, проповедовали Евангелие. И вместе с Евангелием, естественно, приносили какие-то известия, новости о том, что кто-то там в тюрьму попал, кого-то там на арене, там, львы сожрали, скажем так, разные-разные моменты. И в том числе были моменты, в которых Павел даже говорит, вот, Каримской церкви. Пришли люди и говорят, слушайте, мне рассказывали, что у вас, вот, от домашних лойных, мне стало известно, что у вас такой блуд, вот, сексуальная нечистота в церкви, который даже, вот, в мире у людей не слышно. Казалось бы, там, ну, Павел, ну, как, зачем ты вот в письме пишешь, что тебе кто-то там что-то рассказал, что кто-то улечен был в какой-то там сексуальной нечистоте, зачем тебе это надо? Но эти вещи, Павел открыто говорит, мне стало известно, то есть, это нормально было, когда в церкви эти вещи не замалчивались, во-первых. Во-вторых, все это осталось в послании, то есть, Бог позаботился о том, чтобы показать пример, как мы должны относиться к ситуации, когда что-то подобное происходит. И написано, что про Анане и Сапфиры ситуацию знали все, это первое. Второе, что там написано, был страх, то есть, каждый, кто об этом слышал, пришел в страх. Вот мы хотим, чтобы мы, у нас было как первопостильской церкви. Вот, и часто там с кафедры слышно, вот, Господи, там, действуй, как первопостильская церкви. Но готовы ли мы реагировать на проблемы церкви так, как реагировала первопостильская церковь? То есть, там не написано, что люди разделились во мнении, что там одни сказали, зачем мы это апостолы сделали, там, или что-то еще. Там одинаково, люди реально отреагировали в страхе, что Бог серьезно относится к этим вещам. А вот теперь можно сравнить, что мы имеем в наше время, чего, или чего мы не имеем, что имели первопостильская церкви, когда слышали о подобных финансовых, сексуальных, там, проблемах. В том же Каринфе Павел говорит, вы должны были осудить это. Вот, пожалуйста, пример. То есть, если это случилось, он говорит, вы поступили так, что все вроде как нормально. То есть, ну, бывало, с кем не бывает. Он говорит, вы должны отреагировать были категорично. Потому ты говоришь, не было реакции, да. И вот это, на самом деле, меня очень сильно расстроило больше, чем, скажем, там, чьи-то сексуальные грехи. И это то, что отсутствие реакции служителей церкви на подобные вещи. Как, впрочем, на домашнее насилие, с чем уже сталкивались, финансовые преступления. Сейчас мы имеем новую волну вот таких вот сексуальных грехов. И та же реакция – это просто покрывательство. Ну, ты же понимаешь, что в Библии не только, и как в Новом, так и, кстати, в Ветхом Завете, не только есть примеры Анания и Сафиры. Если копаться с самого начала, Адам, Ева, да, согрешили первородный грех, как учит нас Библия, из-за чего произошли все остальные. Значит, Бог покарал человечество, первый потоп был. Потом, кто у нас был? Давид, пример, Версавия. Да куча примеров. Соломон, всех, по сути, великих, ну, не всех великих, но многих великих, даже пророков, царей, если брать Старый Завет. А и Новый Завет возьмем здесь. Иуда, опять же, повесившийся, да. Вот последний пример. Допустим, известный епископ Вешаица о церкви даже не знал о 50-х, хотя у них там целая когорта пророков. Вот, чем они занимаются, эти пророки, если они не знают настоящую причину смерти их пророка или епископа. То есть, не думаешь ли ты, что на самом деле это начинается где-то раньше, это начинается, ну, коррупция, есть такое понятие, да, вот corruption на английском, допустим, в частности, коррупция употребляется термин в отношении педофилии, то есть, когда взрослый человек коррумпирует, развращает, там куча синонимов, развращение, в том числе, совращение малолетних. Не думаешь ли ты, что это начиналось, как раз таки начинается где-то раньше, когда вот эти вот, ну, педопасторы, скотопасторы, я не знаю, как их назвать честно, вот тут другие слова просто в голову не лезут, начинают возглавлять какие-то общины с нечестивыми, нечестными помышлениями, и люди не то, что не видят, знаешь, в последнее время, мне кажется, что люди им аплодируют, они готовы быть на их месте, делать, заниматься тем же, чем занимаются эти пасторы, насиловать свою паству, собирать деньги, строить многомиллионные дома на эти деньги, летать по обе стороны океана, только, вообще, у меня такое чувство, что вот, ну, в частности, если касаться нашей протестантской церкви славянской, да, ну, вот, мне так кажется, что, ну, единицы просто готовы, вот, реально моральные люди есть, которые готовы заниматься вот действительно какой-то духовной работой, невзирая на финансы, вот откуда вот растет вот это все на самом деле? Ну, ты правильно подведил, что таких примеров в Библии очень много, на самом деле. Взять ситуацию хотя бы с сыновьями Ильи, которые, там, при Искине устроили просто, ну, такой притон, там, спали с женщинами в служении, и все, что они делали, там, отнимали у приносящих лучшую часть жертвоприношения, причем нарушая вот тот вот протокол, который был дан через Моисея, как правильно жертву приносить, в какой момент священник мог что-то взять. То есть там абсолютно просто было вот такое вот развращение, и, опять же, написано, что тем самым они отвращали народ от служения Богу, вот. То есть, ну, такие вещи всегда были, особенно в Ветхом Завете, но в Новом Завете, что мы видим, эти вещи тоже присутствовали, и всегда есть момент неизмененности характера в человеке. Когда легко становится открыть церковь, легче, чем бизнес, ну, скажем, в Америке особенно, то есть тебе не понравилось, что ты пошел, открыл церковь и, там, вокруг себя собрал людей, которые, в принципе, поддерживают все, что ты делаешь. Это один момент, то есть это дает поле для всякого рода там нечестных на руку людей, которые просто вот хотят, как Павел говорит, жить за счет церкви, за счет Евангелия. Вот, это один момент. Второй момент, в Библии там написано, первые апостолы, когда они проповедовали Евангелие, и когда они делали какое-то заявление, написано, что Бог подтверждал их слова чудесами и знамениями. То есть, здесь очень такой тонкий момент. С одной стороны, Бог подтверждал их действия, их слова какими-то действиями, проявлениями, сегодня мы в церквях не видим тех проявлений, которые бы подтверждали слова пастыря, его действия, Бог со своей стороны. Но что мы видим? Мы видим культ личности пастыря. То есть, в принципе, пастырь – это такая, знаешь, аксиома, не требующая подтверждения. То есть, вот все, что он сказал и сделал, это само по себе и Слово Божье. То есть, соответственно, какой спрос спад пастыря. И поэтому человек, который не чист на руку, вот он делает подобные вещи, потому что знает, что с него нет никакого спроса. Если не нравится, он начинает, пастыря начинают такие проклинать людей. Как ты говорил, такое библейское колдовство используем. То есть, вырывать какие-то тексты из контекста библейского и говорить о том, что Бог тебя покарает. Давай коснемся этой темы чуть позже. У меня еще одна интересная есть тема. Вот, в частности, известный нам пастор Александр Шевченко из Сакраменто. Я давно подозревал, что человеку не только интересны какие-то моральные, казалось бы, нравоучения и богословия, хотя тут еще вопрос некоторые задают, какое богословие у Шевченко. Он объявил, что он открывает сеть саун уже в Сакраменто. То есть, это реальный бизнес. Он пишет там, что типа за все время служения народу Божьему мне не удалось собрать денег на свою пенсию. Хотя я знаю точно, что у него несколько особняков, каждый из которых там по миллиону-полтора здесь в Калифорнии. И деньги у него есть. На самом деле, он крепко стоит. Бизнес-майндед, как говорится, да, такой бизнес-пастор. Ну, ладно, оставим это ему, на его совести. И вторая тема, опять же, криптовалюта. То есть, они уже все бросились открывать бизнеса. Вот не нон-профиты те, которые бесприбыльные организации, типа церквей. И уже никто не, ширмы все эти спали. Вот. И теперь тот же Шевченко открывает чисто человеческий светский бизнес. Это сеть саун. Ну, и проповедует уже, учит, как зарабатывать на крипте. Как ты думаешь, христианство имеет какое-то отношение к бизнесу? Либо тут должен быть такой вот раздел жесткий, что деньги это деньги кесарю, мамона это в одну сторону. А если ты на самом деле занимаешься служением, то ты не должен взирать на вот эту материальную составляющую. То есть, как я читаю Библию, всю жизнь читал, если бы, опять же, я хотел бы быть пастором, допустим, да, и как я понимаю Библию, то, как бы, как вот апостол Павел пишет, да, вот сам содержал, палатки шил, люди там говорят, там, он занимался бизнесом. Да не, читайте внимательно, он бизнесом никогда не занимался. Апостола Павла десятки раз, наверное, били палками и выбрасывали за город. Иисуса Христа вообще повесили, распяли. Один из апостолов Христа не своей смертью погибли, они погибли за свои вероубеждения, за мораль, которую несли в этот мир. Вот, и это к финансам не имеет никакого совершенно... к бизнесу никакого отношения не имеет. Они могли зарабатывать, либо не зарабатывать, либо их содержали кто-то там богатые, вот женщины, говорится, да, там содержали некоторых апостолов. Но они независимо могли, они, как апостол Павел говорит, я могу жить в изобилии и в скудости, и он из тюрьмы жил, и он мог жить и в особняках. На его состояние моральное не влияло совершенно ни то, ни другое. То есть он и босиком ходил у него с Евангелия, и мог проповедовать Нерону там, либо императорам. Мне кажется, что сегодняшнее христианство, особенно в Америке, да, и в СНГ, и в России, и в Украине, она настолько далеко стоит от тогдашнего, настолько далеко она ушла, как вот католическая церковь там в 15-16 века, средние века, когда Мартин Лютер, пьяный монах, как назвал его тогдашний папа, Лев Пятый, кажется, возбудился против церкви и прибил эти свои тезисы к церкви в Эрфурте. Насколько далеко нынешнее христианство ушло, или оно вообще не имеет, не имело никогда общего понимания, то понимание глобального христианства, оно никогда не имело общего с библейским. Тревожен тот факт, что когда пастыри перебываются, вот как есть выражение, перебылся в воздухе, то есть вот на каком-то этапе, или меняют коней на переправе, вот в жизни что-то произошло, и пастух или пастырь, он оставляет стадо, написано, Христос сказал, что пастырь добрый, когда он видит опасность, опасность может быть угрожать разной, в том числе и финансовая, в том числе и социальная, то есть какие-то изменения, он не оставляет свое отцовство. То есть вот для меня, и как в Библии мы видим, что прежде всего пастырьство – это отцовство. Пастырь добрый, он рискует, он видит, когда ему лично угрожает опасность, он не бежит от стада, но это делает наемник. Для наемника его работа – это и есть бизнес. То есть когда человек сам по себе, по характеру бизнесмен, и он, допустим, решает церковь, открытие ли там, Бог ему это сказал, у него есть успех, люди приходят, у него все четко, красиво, у него все на своих местах, и кажется, вот он пастырь. И трудно в таком случае очень часто отличить пастыря от наемника, потому что для пастыря – это призвание, для наемника – это бизнес. И когда наемник понимает, что деньги, которые ему, ну скажем, пришли в руку за его работу, они закончились, ему здесь не платят, он наемник, он имеет право уйти, и он уходит. И тогда такие пастыря, например, меняют сферу деятельности, и вдруг ты смотришь, что человек, ну, оказывается, он на самом деле был хорошим бизнесменом. Он открыл церковь, у него получилось, дальше завтра он открыл траковый бизнес, у него тоже получилось, и оказывается, что он и бизнесмен хороший, и пастырь хороший. Опять же, в Библии мы видим примеры, которые ты привел, когда люди служили, и женщины, написано, они служили Христу своим имением. Да, там Филимон, Павел пишет Филимону послание, Филимон был бизнесменом. У Филимона убежал раб, который встретил Павла, и Павел пишет и говорит о том, что у тебя, Филимон, есть особенность, в которой ты можешь успокоить сердца. Он говорит, твоим служением, твоей работой многие сердца успокоены. То есть, Филимон имел сердце отца, сердце пастыря, и даже в какой-то момент Павел пишет ему, Филимон, позволь мне воспользоваться тем, и у тебя успокой тоже мое сердце. То есть, оказывается, апостол Павел обращается к Филимону, к бизнесмену, и говорит, послужи моему сердцу, будь в этот момент пастырем. Но тонкость состоит в том, что Филимон никогда не позиционировал себя как пастырь. Он не внушал окружающим, что он пастырь. Он может по душу попечительствовать. Когда я, например, слышу ситуацию, что пастырь оставляет церковь, и он говорит, знаете, у меня нет денег, мне нужно как-то жить. Это говорит о том, что, скорее всего, человек всю жизнь был наемником. А что такое наемник? В какой-то момент наемник может оставить не просто паству, он может оставить и то учение, богословие, которым занимается, потому что оно не приносит ему доходности или прибыльности. Скажем, в какой-то момент человек, допустим, у него проблемы в семье, и он там разводится, вдруг он начинает говорить о том, что Бог не открыл, оставить эту же, жениться на вот этой, этой женщине, и начинаются все вот эти, это все присущее наемнику, потому что, когда наемник, Христос говорит, наемник оставляет свою географическую позицию, богословскую позицию, финансовую позицию, и он бежит в направлении безопасного места. Поэтому, ну, к сожалению, я не хочу сказать за Александра Шевченко его причины, но последний особенный момент, ты помнишь, когда ученики после воскресения Христа, не видя его, Петр однажды говорит, все, вот в чем, что мы занимались три с половиной года, проповедовали, царствие Божие, ходили за Христом, я оставляю и иду ловить рыбу. То есть большинство апостолов, которых Христос призвал, они же были изначально бизнесмены, каждый в своем роде, там, эти рыбу ловили, там, кормили семьей, это своего рода бизнес был, работа была, там, Матвей там занимался под этими, там, финансы считал. И вот, например, поскольку их большинство было рыбаков в своем прошлом, они по определению рыбаками были, Петр говорит, я разочаровался в том, что мы верили, то, что я учил, то, что я, мы были на обеспечении Христа, Христос о нас заботился. В этот момент я чувствую, что мне нужно идти ловить рыбу, и ученики пошли за ним. Но момент после крещения Духом Святым был момент, когда для них этот вопрос не стоял вернуться к рыбе, к лодкам своим. Давид когда Бог ему призвал быть царем Израиля, в один момент он, когда он долго там бегал от Саула, он говорит, в какой-то момент меня Саул поймает и убьет, пойду я к Анхусу, и он ушел. То есть вот мы, наверное, видим такую ситуацию, я, конечно, не хочу здесь глубоко говорить, меня могут осудить в том, что я не знаю сути дела, но в Украине война многих испытала, и многие пастыря просто оставили целую церкви и убежали. Конечно, мне могут сказать, ты бы то же самое сделал, но опять же, я не пастырь, я не подписывался на пастырьство, и, наверное, трудно в момент бомбежки и войны оставить свою семью, своих детей и свою жену и просто спасаться. Это нужно как бы не иметь сердца. Но ведь многие просто оставляли свои церкви, оставляли свои дома, пастыря, и просто бежали. Кстати, что ты думаешь о войне России с Украиной? В частности, я имею в виду позицию церквей украинских, в частности. Вот, например, пастор Сергей Демидович, пастор Геннадий Махненко, они не щадя живота своего борются с коррупцией в Украине, с коррупцией в церкви, с педофилией в церкви, с рейдерскими захватами, ну и так далее. Я, конечно, жутко здесь поджучиваю их. Что ты думаешь, в частности, насчет такой позиции, если бы ты, условно, был бы пастором в том же осажденном Мариуполе, пастором, допустим, призывал ли бы ты людей свою паству, как это делает Геннадий Махненко сегодня, брать меч в руки и сражаться с путинскими захватчиками? Я, опять же, гипотетически эта ситуация находиться, и когда ты подвергаешься опасности, как этот говорил Майк Тайсон, у каждого есть свой план до первого удара в морду. То есть, я перефразирую так, у каждого из нас есть свое богословие до первого удара в морду. Я скажу следующее, что есть у пророка Оси такое место, Бог говорит, седьмая глава, по-моему, первый стих Оси там написано, Бог говорит, когда я врачевал Израиля, открылась неправда Ефрема. Когда стали происходить события в Украине, безусловно, война – это страшное дело, и скажем, где во всем этом Бог и как это, какова его роль и его ответственность в этом, это отдельный разговор, но очевидно, что ну, как бы без Божьего какого-то, как это правильно сказать, это не прошло без Божьего внимания, скажем так. У Бога есть на этот счет свое мнение и план и прочее. И Бог через это по-своему работает с церквями, потому что, ну, мы знаем особенность украинского христианства была в том, что это было такое про-харизматическое, там, мы сандей, и мы там завоюем, и мы победим, у нас есть сила там, отнять то, что у нас, это нас забрал, и, то есть, через молитву мы завоюем какие-то новые территории, ну, фигурально, наверное, там, речь не шла, что мы завоюем какие-то территории России, там, вот, но такое вот было настроение. И вот эта ситуация, она реально испытала, испытала богословие всех, и вот когда Бог стал испытывать это богословие, открылась неправда во всех смыслах, то есть, ну, во-первых, открылся тот уровень ненависти, который все-таки вот этот был в сердцах людей, то есть, что здесь говорить, даже в Америке русские, украинцы здесь живут и не испытаны той войной, которая идет там, но вот эта вот конфликтность, вот это просто некоторые бизнеса, просто принципиально украинские бизнеса закрылись для русских бизнесов, для русских клиентов, людей, вот, некоторые даже, ну, я такие ситуации знаю, там, рисовали изображение свиньи, раскрашенное российским флагом, то есть, ну, это люди, которые ходят в церковь, то есть, вот это вот, вот эта ярость, мне кажется, опять же, она очень тревожна, то есть, опять говорят, что, ну, ты не знаешь, если бы вот твой дом там разбомбили, ну, ты знаешь, например, мы вот выросли в таком моменте, когда наш дядя был убит, вот, наш, брат нашего отца был убит жестоко, и наш дедушка, он в суде простил убийцу, вот я всегда думаю об этом, то есть, он просто вот, причем, ему нелегко это далось, мы знаем, что просто его сердце в один момент не выдержало и остановилось, вот он, вот его эта трагедия, смерть сына, она реально подкосила, и в суде он прощает убить своего сына, который оставил и маленьких детей сиротами, то есть, я не знаю, допустим, какое зло творится на украинской земле, я не хочу, как говорится, оценивать эту, это страшная трагедия, но у меня вопрос, почему вся эта ситуация вскрыла то, что оказывается, у славянских церквей нет силы прощать, нет сил молиться, нет сил изменять эту ситуацию, просто вот возник уровень такой страшной ненависти. Ну, вот ты хорошо сказал, мне понравилось, что это тест украинского христианства, здесь, между прочим, речь не идет, чтобы нас не обвинили в том, что мы кремлеботы, якобы, получаем там награду из Кремля, подпитку, у меня до сих пор висит сертификат, я выписал из Генпрокуратуры Российской Федерации, где наше издание «Славянский Сакраменто» запрещено на территории Российской Федерации в тот же самый день, когда началось полномасштабное, как в Украине говорят, наступление Москвы на Украину, то есть это аргумент к тем людям, которые считают меня кремлеботом. Как в России, между прочим, христианство оказалось, мы видим, несостоятельным, мы не видим того же Ряховского епископа, либо какого-то другого, гробовенка, я не знаю, какие там епископы еще есть, известные, которые вышли на Красную площадь с крестом или без креста, и под танк легли, и сказали там, Путин, мы останавливаем силой Божьей, силой нашей церкви эту братоубийственную войну, так и с другой стороны я не могу представить Геннадия Махненко, который простил бы того же Ряховского, либо я не могу их представить пожимающими друг другу руки, допустим, но да, это такая тема, война, но мне хотелось бы услышать от тебя, как от человека, который в какой-то момент оканчивал богословскую семинарию, о тех сложных местах в Библии в Священном Писании, в частности, даже в Новом Завете, которыми аргументируют те пасторы-капелланы сегодняшние в Украине, в частности, там Махненко, там Игорь Плохой есть капеллан, который вот буквально на передовой, да, помогает вывозить раненых, помогает бойцам ВСУ, они аргументируют таким образом, ну вот апостол Петр же взял меч, Христос сказал там, сколько у нас мечей, довольно, ну там трактовать можно по-разному, либо Иоанн Креститель, когда к нему пришли и сказали, что, значит, эти воины, помню, что этот момент крестится, он сказал, что если вы не воруете из казны, занимаетесь своим делом, воином, то как бы, ну он не сказал там, бросайте мечи, идите, и есть еще третье место, допустим, которое, сейчас мне, дай вспомнить, где говорится, что... что не напрасно носит мечи, что слуга Божьего не напрасно носит мечи. Да, 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 вот как ты объяснишь эти места, как бы, получается, и четвертый, самый серьезный аргумент, у меня, в частности, если копаться по библейской, христианской теологии, и Христос когда-то придет на землю и накажет, покарает всех неверующих в него. Все приведенные тексты, ну, я скажу свое понимание, вот приведенные тексты, их нельзя ставить в одну категорию. Например, когда речь шла о воинах, которыми Ан Креститель, когда они пришли к Анну Крестителю и сказали, а что нам делать? Логично было бы Анну Крестителю сказать, знаете, вот оставьте оружие. Опять же, их позиция, их положение, их призвание, они были воины. Цитируемый текст апостола Павла о том, что в Римлян, там, по-моему, это написано, о том, что вот воин, он Божий слуга, он не зря носит меч. Почему он носит меч? Потому что он воин. И в этом, вот это суть. Ученики, что касается Петра, они не были воинами. И Христос сказал такой закон, который существует на войне или в этой индустрии. Он сказал, всякий, взявший меч, он от меча и погибнет. То есть, если ты взял меч, значит, ты вступаешь в ту сферу, где люди гибнут именно от меча. Здесь то же самое, что написано в Ветхом Завете, по-моему, Соломон писал, что если ты берешь топор и ты хочешь заточить топор или работать с топором, то есть большой риск пораниться топором. То есть, здесь всегда нужно понимать, что то, с чем ты имеешь дело, если это не твоя непосредственно сфера, если, например, ты не адвокат и ты берешь, ты поручился за человека, Соломон пишет, что всякий поручившийся за человека, который, он ставит себе сеть, он ввязывается в проблему. То есть, ты всегда должен понимать, что если тебе эта роль не прописана, не дана, ни от государства, ни от Бога, и ты берешься за какую-то роль, ты берешься за вещь, которая тебя раздавит. Например, про Кира, царя Кира. Там такой, Бог сказал, характеристику. «Держу тебя за правую руку, помазанник мой Кир». Оказывается, что помазанником может быть не просто проповедник, помазанником может быть не просто бизнесмен, помазанником не просто может быть человек духовной какой-то деятельности, помазанником может быть человек абсолютно любой профессии, светской профессии. Такой, как был, например, Веселил, о котором Бог сказал, что я помазал его, чтобы и дал ему мудрость, чтобы делать искусные ювелирные вещи. То есть это такой, знаешь, местный фаберже, который вот там для храма всякие вот эти штучки делал. На тот момент Бог сказал, этого человека я использую. Таким был Давид, помазанник, но он был воин. Но когда Давид хотел построить храм и там скажем, какие-то вещи заниматься там духовными, поклонением, все, Бог говорит, но нет, нет. Сын твой будет делать, потому что сын твой будет человек мирный, а ты не будешь эти вещи делать, потому что ты воин, ты пролил много крови. Так вот здесь, когда мы хотим оправдать, допустим, пастыря, которые берут меч, и они берут тексты, которые, по сути, к ним не относятся. То есть здесь нужно, каждый должен использовать свое оружие. Так вот здесь вопрос. Если вы утверждали и утверждаете, что наше постоянно, наше бра не против плоти и крови. Это такой любимый текст был. Но против властей, мироправителей. То есть и вдруг вы как бы этот текст перестали цитировать, потому что он уже ну как-то не подходит к ситуации. А вот мы цитируем там воина с мечом, то это то же самое, что вы оставляете свою позицию, тогда а кто будет воевать не против плоти, а против духов? Вот все оставили духов, и все побежали воевать против плоти. А духи остались, то есть там демоническое наступление пошло по духовному фронту, потому что ну никого не осталось. И когда ты видишь, что пастыря, которые призваны как раз таки сдерживать духовную власть, они оставляют это, либо как они удуряются, может быть ты поможешь мне, скажешь, может они умудряются и духовный фронт держать, и на физически у них время хватает. То есть здесь всеоружие божие у них, и всеоружие там американского производства. И вот они такие, знаешь, супермены, которые, ну мне кажется, что это, ну это сложно. Ты опровергни мое рассуждение, если ты с точки зрения богословия считаешь, что я мыслю неверно, но сколько я не читал Евангелие, у меня загвоздилась такая мысль, красной нитью написано, что как раз таки зло побеждается добром, или должно по крайней мере побеждаться, да. То есть, да, как ты упомянул нашего дедушку, который был пастором, кстати, да, и который последнюю рубашку мог отдать и отдавал другим людям, которые клеветали на него, там, я не знаю, наговаривали, использовали, он строил всем дома бесплатно, и так далее. И в конце концов простил убить своего сына. Но вот по таким людям я вижу, что, как там еще сказано, что таким образом ты собираешь горячие голя на головы этих людей, то есть стыд. То есть те преступления, которые человек делает, какой бы ни был человек наверняка преступным внутри, маньяк, все-таки если он делает зло, он сам себя уничтожает, по сути, правильно? А если тем более он встречает человека, который, ну, наверняка не сопротивляется и говорит, ну, ты можешь меня убить, как Давид Вильгерсон, между прочим. Я встречал, встречался с ним лично, и когда видишь перед собой такого человека, который говорит, ну, ты можешь, как он Нике Крузу сказал, кстати, этого разбойника Нике Круза, он таким образом и завоевал, и всю его банду в Нью-Йорке, ты можешь порезать меня на тысячу кусочков, и каждый кусочек будет говорить, что я тебя люблю. И вот таким образом эти все злые сердца, которые вот мытарствуют вот в этих наркотиках, преступлениях, насилии, они оттаивают. И вот в этом и было для меня, и заключается, для меня христианство настоящее, что, ну, та же идея о несопротивлении, побеждайте зло добром, по сути, вот это и есть Махмад Ганди, да. Это и есть для меня то глубинное христианство, как я его называю. А когда я вижу Махненко с мечом, Шевченко там с бизнесом, связки с саунами, с криптовалютой, как бы, я думаю, постойте, постойте, подождите, ну, как ты сказал, либо вы проповедуете, что ваши особняки на небесах, либо здесь в Калифорнии миллионные дома, то есть я вижу разницу, диссонанс большой. Вот это для меня очень, ну, как бы, я уже понял, я уже не спорю с этими людьми, я понимаю, что, о чем ты говоришь, что есть люди, которые, ценности просто разные у нас. У кого-то такие ценности, кто-то на таком уровне работает, а кто-то вот хочет махать мечом, кто-то хочет собирать деньги обратно, вот тот же апостол, один из апостолов покаялся, собирал деньги, мытроствовал, да, и пришел к кресту и стал апостолом, теперь вот он апостол святой, а был иуда, который вот крал из церковного ящика и повесился. Кстати, говоря о самоубийстве в церкви, в частности, вот нашумевшее самоубийство епископа Адама Бондрука, многие не верят, но есть документы, уже многие люди запросили у шерифа Сакраменто, у коронера, это факт медицинский, что этот человек повесился, семья знает, церковь до сих пор не признала этот факт, во всеуслышание никто не сказал, все учителя отмалчиваются, никто не учит, в протестантизме ислаянском я не вижу вообще понимания богословского. Что ты думаешь насчет самоубийства, вот в частности, если тот же епископ Бондрук повесился, его же душа по богословию пошла в ад, а не в рай, правильно? Когда речь идет о таких трагедиях в церкви, как самоубийство, блуд, у сатаны есть определенная цель. Вот, например, говоря, тоже, например, блуд, написано блудников и при Бадеев судит Бог. Почему, например, мы в меньшей степени видим даже такие проблемы, как алкоголизм, хотя, допустим, русскому человеку свойственно, казалось бы, вот алкоголизм, это русский, ну, условно, в кавычки говоря, русский грех такой, вот. Пьют и женщины, и мужчины, но когда смотришь вот статистику таких вот потрясений среди церквей, да, это самоубийство и это блуд. Сатана пытается поставить человека, особенно служителя, под расстрельную статью в законе Божьем. Вот написано блудников и при Бадеев судит Бог, чтобы вот человек, который пал грех, чтобы это грех, с которого очень сложно человеку отмыться и морально, и, скажем, и подняться вообще с этого. Особенно, когда речь идет, допустим, о славянском таком менталитете. Вот. Если, например, в Америке мы знаем служителей, которые там тот же, тот же Джимми Свагер, который впал там, серьезный грех, согрешил блуд, у него было покаяние. То покаяние, которое, ну, к сожалению, на данный момент среди славянских служителей мы просто не видели. То есть там, да, я был неправ, и все. Но, с другой стороны, американцы, в американских церквях человек, который покаялся, он может подняться в служение. Печальный факт, но если среди славянских церквей тебя уличили в какой-то сексуальной нечистоте, если ты покаялся и гарантированно Бог тебя простил, вернуться в служение невозможно. Просто в тебя, ну, и сатана это знает. Поэтому атаки, вот эти сексуальные вещи, говоря конкретно о самоубийстве, есть статистика о том, что причина самоубийства среди американских подростков, это вторая причина смерти самоубийства, после сердечных, там, сосудистых заболеваний, самоубийства. Поэтому, ну, естественно, что сатана атакует служителей, которые, которые проходят свой такой какой-то период жизни, возрастной период. А еще есть такой момент, когда служитель не может даже признаться или вообще озвучить то, что у него депрессия, то, что у него состояние такое, как, знаешь, там, вот часто цитируют там Библию, Илья был человек, подобный нам. Помолился, и дождь пошел, и там помолился, дождь не пошел. И вот, братья и сестры, мы такие, как Илья. Но другая сторона у Ильи была, когда он был под можжевеловым кустом, и он просил себе смерти. У Ильи были суицидальные мысли. Это есть в Библии. Второй момент – это Самсон, который сильнейший служитель Божий, судья народа израильского, и он оказывается в ситуации, когда он решает убить себя. То есть он просит, чтобы его там подвели к опорам храма, и он говорит, умри душа моя с филистимлянами. Это было и в ситуации с Давидом. Это каждый служитель проходит. Но я не понимаю, почему славянские служители не признают тот факт, что если ты стоишь, берегись, чтобы ты не упал. И когда служитель падает и заканчивает жизнь самоубийством, это происходит и среди американских служителей, это не редкость. Славяне не верят этому. Они говорят что угодно. Это обман, это наговоры, это подделка, это там блогеры, еще кто-то. Вот полное отрицание, потому что наше богословие, славянское богословие, оно не предполагает, что служитель может быть в зоне риска, в том числе и риск принять решение наложить руки на себя. Ты понимаешь, ты затронул такую тему, которая вообще не поднимается, я думаю, сто лет не поднималась, и на которую мне хотелось с кем-то давно поговорить, компетентным. Значит, вот это наша советскость, я называю ее христианство советское, либо постсоветское. Вообще люди, кто жили в Советском Союзе, мне кажется, немножко тронутые умом. У нас всех травма, советская травма. Мы молчим, когда нужно говорить, мы говорим, когда нужно молчать, мы заносчивы, когда нужно смирение. Ну и вообще смирения маловато у нас. Я вот общаюсь с американскими адвокатами в последнее время очень часто. И я вижу, насколько, и причем адвокатами очень высокого эшелона, и как бы я вижу, насколько эти люди, по крайней мере для бизнеса, могут признавать свои ошибки, протягивать руку побежденному в суде противнику при таком состязании. У нас же категоричность, вот я прав и никогда не признаю, что я был виноват, хоть трижды я виноват. Но для меня, опять же, возвращаясь к истинной роли христианства, для меня христианство в этом и заключается, как Христос сказал, что не святые имеют нужду во мне, а грешники, как раз таки церковь, это вот та вот община, куда приходят все израненные, все бомжи, все наркоманы, все вот эти люди, которым нужна помощь, конкретная помощь человека, сострадание и так далее. А у нас же церковь превратилась как бы в такой облик вот святого, псевдо-святого, я называю такого какого-то, какого-то лидера, который не может не согрешать. И это начинается, кстати, в семье, где глава семейства, муж, там иногда зачастую кулаком по столу и все. Вот. И вот пастора, о которой ты говоришь. Давай обсудим вот эту вот культуру. Я называю значит, это зэчья культура какая-то, советская, вот эта зэковская культура, которая особенно заметна в наших протестантских, я называю, я называю псевдо-протестантские церкви, где были епископы типа там белых, а я ничего не говорю насчет фигур таких, как белых, допустим, которые там говорят 17 или 20 или даже 25 лет отторобанил в гулаге советском. Но они-то все равно, хоть и отторобанили там, все равно они принесли вот этот, на них вот этот, нанесло вот этот флеер, так сказать, да, вот этого, вот этой зэчей советской культуры, где пахан, где понятия, где, значит, они там церковное судилище, да, вот, которая вот, ну, где там справедливости очень, ну, не доискаться. Вот эти все молчи, ты кто ты там, лох, ты там, вот такое понятие, знаешь, и вот чувствуется, когда зачастую вот мы поднимаем эти темы, и он там в комментариях на ютубе пишут, в частности, там, да кто ты такой, да ты, тебе что больше нужно, да сядь ты молчи, вот, вот это вот советская какая-то псевдокультура какая-то, которая вот заставляет человека, превращает человека в блоху какую-то, понимаешь, и которые, а пасторы многие пользуются этой ситуацией, и так как, таким образом, они иллюминируют, ну, я понимаю, конкурентов, и говорят, не, 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 политика это не от бога, это зло, бизнес, не занимайся, вот мы будем собирать деньги, на эти деньги ездить в Вашингтон, в Киев, в Москву, ручкаться с политиками, ты не заглядывай в наш кошелек, в наши дела, как бы все это от дьявола, вот, мне кажется, что здесь произошло какое-то такое преломление, хитроумное, и кому-то это выгодно, между прочим, что человек, рядовой прихожанин, христианин, человек занимался с девяти до пяти своим, работал на работе с понедельника в пятницу, приходил воскресенье, значит, с субботу шел там, бухал в бар, а в воскресенье отмаливал грехи, и в понедельник начинался, продолжался этот цикл, а дельные люди, я имею ввиду, допустим, тех же пасторов-бизнесменов, занимались грязным делом, политикой и мыторством, и собиранием денег, так сказать, да, то есть не кажется ли тебе, что, вот общаясь, опять же, среди американских церквей, сравнивая американскую теологию, протестантскую, да, я знаю много пасторов, работал в церквях, в католической церкви, в частности, в протестантских церквях, в пятиатнической, с баптистами-американцами, вот, у них такого нет, у них совершенно другое богословие, вот откуда вот эта вот зэчья культура в церкви у нас? И вообще имеет, какое отношение имеет вообще это с христианством натуральным, настоящим? Ну вот с настоящим библейским христианством это общего имеет мало, это больше имеет с тем, что мы называем просто вот религия. Здесь два таких аспекта можно видеть. После развала Советского Союза в славянских церквях вот такого толка, который говорят, вот мы должны сохранить веру отцов, но осталось вот этот оттиск, действительно вот этой советской машины, то есть она во всем, в тоталитарном таком вот давлении, это выражается в ограничении там свободы мысли, преследовании инакомыслия. То есть вот всех подгоняем под какой-то штамп, который мы назвали вот это и Слово Божье. На самом деле это правило, это постановление, которое мы установили, и оно даже выражается во внешнем. То есть вот это вот братский совет понятия. Вот в американских церквях, ну я не знаю, где еще есть такое понятие, вот сугубо братский совет. Есть руководящий орган, есть служительский орган, в который, кстати, и сестры могут, и женщины входить. Вот это вот такой сексизм, который вот как полютбюро, где были только там, может быть, одна Терешкова какая-нибудь сидела, как, знаешь, исключение какое-то. Это вот эти старые такие, ну скажем, ветхие днями дедушки вот с характерными прическами, зачесанные назад. Причем это они сидели на сцене где-то в стороне. Вот это советская трибуна, которая обязательно должна остаться по центру, то есть ты заходишь в типичную славянскую такую старую церковь, и там даже кафедру прозрачной, это уже не по усталу. Там начнется брожение. Это должна быть массивная советская трибуна, с которой мы вот провозглашаем что-то. Здесь сидят вот эти члены, так сказать, полютбюро, которые не просто называются братьями, братским советом, и обязательно хор, это пение вот этих таких вот патриотических песен, как вот эти крылатые качели там или детскими голосами что-то поется. И дальше вот этот вот оттиск, правильно ты говоришь, который проследуется, прослеживается в неисцеленности, то есть мы были гонимы, нас преследовали, мы постоянно во всем, кругом был враг, мы должны там собираться были по домам и оглядываться, и всех во всем подозреваем. И вот это вот подозрение, мы должны искать всегда врага между собой, кто-то, кто-то не такой, в штанах не-то, говорить не так, значит заслано что-то. И понятно, что нужно грех осуждать, нужно, мы ранее об этом говорили, нужно как-то, должны быть какие-то правила, но написано, в Библии написано, когда вы все это делаете, смотрите за собою, чтобы с вами не случились эти вещи. То есть вот опять же служители славянской церкви – это эталон честности, справедливости, его слово непогрешимо, невозможно сомневаться в его святости и чистоте. Многие из них, да, вот как наши, скажем, поколения наших отцов и особенно дедушек, да, они были в тюрьмах и много пережили действительно, то есть ну отсидеть в тюрьме 17 лет, это же не на курорте, это каждое дневное унижение, гонение. Соответственно, в какой-то момент человек должен либо исцелиться от всего этого, простить, а ведь они не простили советский режим. Для них армия – это зло, для них полиция – это, ну не приведи Господь, это вообще не христианская профессия, потому что у нас в Советском Союзе полиция и армия – это были первые гонители против христиан. То есть вот в нашей среде корнилий, военный человек, это недопустимо. То есть корнилий – это военщина недопустима. Потому славянские пастыря используют те же методы, те же способы воздействия давления на членов церкви, преследуя инакомыслие, запрещая всякие там действия, песни, вот то, что не входит в вот этот вот советский стиль, все это не от Бога. Поэтому с христианством на самом деле это уже ничего общего не имеет. Это такая, знаешь, родившаяся своеобразная религия, которая вышла из чресел того, что мы когда-то называли Советский Союз. Советский вот эта штамповость, вот она воспринимается людьми как за веру наших отцов. То есть отцы наши сидели, отцы наши страдали, и дедушки наши, дедушки наши даже в большей степени. Но их вера не было связано, то есть вот это старшее поколение, оно было более, как это сказать, более внимательным, прощающим и понимающим свое окружение. Но когда говорят вера отцов, говорят о том, что фактически говорят песни, которые они пели, скажем, отношение к социальному устройству, которое у них было, политика, политике, которая у них была в то время, на данный момент нет той внешней политики, которая была у наших дедов, отцов, нет той социальной среды, потому что все это под общим названием Советский Союз, оно уже давно ушло в историю. Но эти церкви взяли вот этот формат и пытаются оживить, воевать с теми ветряными мельницами, которых уже не существует, враги, которые уже не существуют. И поэтому копировать сейчас с понятием интернета, распространением наркотиков, разных моментов, вот эта вера в павычках наших отцов, как ее говорят, она не знает, она не может быть ответом на это. То есть это можно сравнить с той ситуацией, которая сегодня происходит в России, где отчасти пытаются возобновить Совок-2, где присутствовал догматизм и в то же время повальная коррупция и лицемерие в отрыве от реальности. И так же происходит в церквях, где догматизм приветствуется, формальность приветствуется, суконные пиджаки, портфели приветствуются, кафедры. Вся догматика остается и атрибутика прежняя, в отрыве от реальности, когда, допустим, поколению новому нужно сострадание где-то, может, больше понимания, диалог. Диалога вообще нет между старшим поколением и молодым, допустим. И отсюда происходят многие поколенческие проблемы, насколько я понимаю, так? Вот именно, да. То есть даже вот, я говорю, вот вся внешняя атрибутика, это вот как такая советская музейность церкви, лишенная сути. Потому что суть, которую отцы наши имели в себе, вот эти молитвы, вот это горение, вот эти рассказы, что там так молились, что там вот пожарные бежали с ведрами тушить. Почему это было? Это было, да, это было вот в тех тяжелых условиях, которых сейчас нету. То есть сейчас этих условиях нету. И эти условия не создают того огня необходимого, который был тогда. Поэтому что мы сделаем? Давайте мы хотя бы вот эту вот, ну как бы такие вот декорации сделаем. Декорации, как вот наши отцы страдали. Поэтому пастыри там, дедушки выходят за кафедру, так же громко сморкаются в платки, плачут. Очень популярная тема о небе, что там будет награда. Ну и при этом награда за что? За то, что ты красиво, сытно прожил жизнь. Но потому что раньше, во времена наших отцов и дедов, дедушек, которые там по 17, по 10, по 25 лет сидели в тюрьмах, для них действительно тема про небо и награда за вот этот их труд, отсидев 25 лет, она действительно была актуальна. Но я не могу претендовать на ту награду, которую претендовал, претендует или получит мой дедушка. Потому что я не прошел через то, что прошел он. Поэтому я сегодня стою перед другими вызовами, перед другими проблемами. И если я буду нести вот эти вот ответы, которые в старой методичке, они сегодня не актуальны. Библия актуальна, да. Но методичка, которая передана мне от отцов, я имею право ее отложить в сторону. Я имею право не одеваться так, как они одевались, поменять лавки там на мягкие сиденья. Потому что мир сегодня бросает совершенно другие вызовы. Позволь мне высказать сектантскую мысль, непопулярную. Может, Украина и испытывает сегодня противостояние? Может, Бог и наказывает, кстати, эту страну, и в том числе, возможно, и Россию? Или Россией наказывает Украину, как в свое время? Что-то я не слышу проповедей Геннадия Махненко того же, либо Паночка, о том, что вот Бог наслал, значит, кого он там, римлян наслал против израильтян, против из-за грехов Израиля, да, либо там какие были племена различные вокруг тогдашнего Израиля. Ведь очень, ну, вся история израильского народа говорит, если по Библии брать, да, вот когда народ... Вавилонское пленение было, из-за чего? Из-за того, что народ согрешил и грешил. И там написаны такие жесткие довольно слова. Мы еще мягко выражаемся, что это народ жестоковыйный, поэтому Бог его и наказывал, разрушая Иерусалим. Почему-то я не вижу проповедей вообще в современном христианстве. Вот мы такие, нас гонят, блогеры, клевету клевещат, значит, нас Путин, это, значит, расстреливает. Я не поддерживаю ни в коем случае там наступление России на Украину, да. Но, как бы, вот это меня задачивает иногда. Если вы такие моральные, такие христианские, если можно так сказать, то почитайте вашу же Библию, которую вы преподносите здесь в США, собирая деньги, да, и обращаясь к тому же Геннадию Махненко. Там написано очень все, очень четко, что вот согрешил народ, были рейдерские захваты церквей, мы об этом писали. Геннадий Махненко отворачивал свой нос, потому что он знал прекрасно о коррупции церковной, Паночка знал о коррупции церковной. Они собирали здесь деньги, один глаз закрывая, да два, оба глаза закрывая. А теперь, возможно, эта ответка и пришла, как вот ты сказал недавно. Что ты думаешь на этот счет? Ну, я не могу не вспомнить ситуацию в Ветхом Завете, когда Бог говорил о том, что придет народ, и храм будет взят, и мавилоняне придут, и храм будет разграблен. И он говорит, не надейтесь на обманчивые слова, что здесь храм Господин. То есть вот это опасно очень думать, что место, где я нахожусь, или там моя вера, она исключительно такая вот, что она меня знает, что так вот защитит от каких-то возмездий божьих. И Бог говорит, что посмотрите, что я сделал с тем местом в Силоме, то есть там, где Скиния стояла, там, где вот Скиния была, где вот эти все были коррупции, где сыновья Ильи вот эти с женщинами спали там, там отнимали у приносящих жертву и все делали не по уставу, не по закону. Это место было настолько разграблено и сожжено, что Бог просто говорит, посмотрите, сходите. И не думайте, что вот вы построили храм, вот у вас здесь все так священненький, хор там на своем месте, у вас пробуйте, и что это место так и останется, и я так умилюсь, посмотрю на все это и скажу, знаете, вот надо пожалеть. Говоря там про власть или армии, которые на эту землю приходили, Бог очень часто говорил, значит, о том, что я приведу народ, который, и он там дает описание, что они быстрые, они влазят на стену, они маршируют, они как львы, у них там вот оружие современное, там разные описания вот эти. Бог говорит, я свистну, я позову этот народ с конца земли, он просто придет и он сделает ту работу, которую я определил. Конечно, очень сложно подумать, что Бог вообще на такие вещи способен, мы привыкли как рассуждать. Всякое зло – это от дьявола, а все доброе, оно приходит от Бога, то есть вот мир, он только от Бога. А вот если там какая-то армия или там, как, допустим, там для россиян американская армия – это зло, вот они там везде хозяйничают, они везде войны развязывают, вот. Американцы с этой стороны смотрят, и на ту сторону – это империя зла. И все считают, что и та, и другая сторона, это любое зло, оно приходит от дьявола. На самом деле, многое где Библия говорит, что Бог говорит, я приведу народ, он разграбит это место, здесь будут убийства, здесь будет насилие, кровопролитие. За что? За то, что вот было на этом месте коррупция, и причем коррупция не просто в судебной системе, там, законодательной, там, не просто там политики. Коррупция среди народа моего, то есть попраны были принципы слова моего, закона моего. Вот когда коррупция в церквях, когда вот эта коррупция среди проповедников, которые собирают деньги под одно, а при этом строят себе там дворцы и покупают там дорогие машины, и при этом снова едут и снова рассказывают историю про то, что им там нужно на детские дома собирать, а этих детских домов нету. Это самый быстрый способ привести гнев Божий и чужеземную армию на свою землю. Так, и как ты думаешь, покаяться они, либо все так же погибнут? Я имею в виду вот эти славянские, протестантские пасторы в частности. Хотелось бы верить в то, что когда Бог делает что-то, то достигает своей цели, в том числе и покаяние народа. Но в откровении мы читаем, что когда изливались даже там самые страшные язвы, гнева, написано, что они не раскаялись в делах своих, они проклинали Бога, проклинали друг друга. Не всегда степень наказания, которые, или упразднение, которое даже приходит от Бога, она приводит к покаянию. Поэтому очень часто Бог говорил, в упорстве своем погибнете. Видим ли мы сейчас покаяние? Видим ли мы раскаяние? Трудно сказать, но очевидны таких признаков, что среди служителей, среди церквей покаяние. В чем покаяние? Покаяние в собственной действительно коррупции. А если время начаться суду с Дома Божьего, и он с Дома Божьего начинается, то и люди не каются, то сколько должно казней прийти? Десять казней Бог Израилю говорит, во что вас бить? У вас вся голова в язвах, вы просто вот руины, город за городом, руины, руины, руины. Куда уже еще бомбить? Где еще грабить? Чтобы вы просто пришли, осознали, что спасение начинается не от сверхточного оружия, не от F-16 самолетов, не от помощи очередного транша американцев или кого-то еще. А спасение начинается именно с покаяния, когда он сказал, если народ мой смирится и покается, и помолится, то я приду и исцелю землю их. То есть это есть в Библии. Исцеление земли — это исцеление от этих вот ран войны, от разрухи, от вот этих вот пожарищей. И оно начинается именно со служителей, с покаяния служителей. Ну, мы идем, знаешь, к какой теме? Мы вообще идем к теме, по-моему, христианство возможно, либо это все-таки, прости, снова я выскажу такую мысль барахульную немножко, либо это миф, потому что я на сука вижу, все пытаются казаться или провозглашать себя верующими в Христа, в христианство, а практиковать никто не может его, по сути. Я вот считаю, что христианство — это прекрасная религия, но я практикую его внутри семьи, внутри близкого круга моих друзей и тех людей, которые согласны с моими принципами. Условно, если придет преступник, допустим, приставит пистолет к моей голове, а еще хуже, там, к голове моей жены или ребенку, я вот тут на крест не взойду, как Христос, понимаешь? Я это открыто говорю, вот здесь я не до конца христианин, потому как я брошусь защищать вот этих людей. Хотя, может быть, в этом и заключалось бы мое христианство, чтобы защитить мою семью, да? Твоя роль как отца и предполагает, как мы говорили, защита — защищать свою семью. Но если, допустим, пастырь, пастырь оставляет пастырьство и идет защищать, тогда вопрос, кто будет выполнять роль пастыря. Вот. Поэтому здесь, с другой стороны, если ты не будешь защищать свою семью, кто-то должен оставить свою роль, пастырь должен прийти защищать тебя там или кто-то. То есть в этом случае для меня христианство больше — это мировоззрение, философия, отношение с Богом, чем вот христианство как религия, потому что религия — это свод каких-то буквальных правил. Вот. А когда мы говорим философия, философский образ жизни, философия в смысле как рассуждение, взгляд на вещи с позиции логики, здравого смысла, вот здесь для меня понятие христианства — это присутствие ума Христова, как Писание говорит, мы имеем ум Христа. То есть вот рассуждать, смотреть на вещи здраво. Поэтому твое рассуждение на ситуацию, когда угрожает твоя семья, здесь должна быть здравость. Да, но у Христа была одна здравость, допустим, апостолов тоже примерно такая была. Они шли за свои убеждения и за принципы они отдавали жизнь. То есть тут вот дилемма большая. И как-то здесь никто не может объяснить конкретно, что делать в данной ситуации и сказать, вот слушайте, вот в Библии оно так вот, так делал Христос, так делал апостолы. И поэтому, мне кажется, у наших нынешних современных христиан возникает, в первую очередь, богословский диссонанс. Они не могут, у них в голове не зафиксировано, что я буду делать, если меня будут грабить, убивать и так далее. И поэтому двойственная позиция такая по ситуации. То есть, извини, снова, я вижу ситуацию так, ученики Христа и Христос шли до конца. Вот им сказали, то есть вот отрекаешься от своих принципов. Какие были принципы? Разлюби ближнего своего, как самого себя. Отдай рубашку последнюю, пройди экстра милю и так далее. Как бы у них не было ни домов. Как бы я не призываю к этому. А есть католические священники католической церкви, они учат так, они говорят, а мы не Христос. У них все просто. А мы не Христос. Был Христос, у него была своя миссия, был один только Христос. А ты что, Христос, что ли? Готов зайти, как Навальный за всю Россию на крест, что ли? Вот Навальный для меня, вот в этом смысле, для меня он в какой-то там роде мессия для российского народа, потому что он пошел на верную смерть. Я бы не смог за Сакраменто, за вот этих продажных, как их назвать, чемурашек, матрешек, которые туда-сюда прыгают, отдавать свою жизнь. Я не готов отдавать. Я уже попытался как бы некоторых просветить, так сказать. И все, что я увидел, это плевки, зависть, суды, насилие вплоть до вот этих вещей, бандитизма. Почему я должен за этих людей страдать и идти на крест? Вот Христос шел за этих людей. Он, как вот если канонам Библии верить, он, что вот здесь у меня диссонанс возникает. Здесь я готов за свою жену, за своего ребенка, за свою там семью, близкий круг друзей отдать свою жизнь, допустим. Но за людей, которые изначально пытаются меня поиспользовать, зная мою христианскую веру, я за них не готов страдать. Ты не должен, ты не нарушаешь Библию, потому что написано нет больше той любви, если кто положит жизнь свою за ближнего, за друга. То есть твой круг – это твои близкие. И твоя любовь, она включает в себя вот жертву за этих людей. Миссия Христа, о нем сказано, он так возлюбил мир, то есть его любовь, она объемляет весь мир. И поэтому он умер за всех. Но это не требуется. То есть здесь, правильно, мы должны подражать Христу, быть как Христос. Мы не можем в большинстве своем как бы случаю быть как Христос, потому что даже на небесах он единственный, нет такого, как он. То есть это даже глупо выражать, что я, вот Христос так делал, и я должен. Мы должны подражать Ему. Ты не можешь подражать Христу. Никто не может подражать Христу. Подожди, в Писаниях написано, что подражайте мне, как я подражал Христу, апостол Павел говорит, кажется. Апостол Павел, подражайте мне, почему он не сказал на подражайте мне, подражайте не мне, а подражайте Христу? Почему он привел пример себя, как подражание Христу? В чем его было подражание? Он говорит, я стремлюсь, У меня есть попытки достигнуть Христа так, как Христос достиг меня. Вот как я делаю, так и вы делаете. То есть я для вас образец. Но опять же, апостол Павел и его призвание, и его масштаб, вот его как личности, и его всего вот этого служения – это исключительный случай. Поэтому посвящение его жизни, масштаб его призвания, то, как Бог его использовал. Если кто-то считает себя такого же масштаба, как апостол Павел, ну тогда человек может рискнуть сказать, говорить от имени Бога, написать послание, и при этом сказать, я пытаюсь подражать Христу. Я, например, я не в той позиции, когда я могу сказать, подражай, Руслан, мне, потому что вот я подражаю Христу. Мне проще сказать, подражай Христу, смотри на меня, на Христа, на меня не смотри. Но такая миссия Христа – умереть за всех, за весь мир. У меня нет такой любви. Умереть за весь мир. А Христос сказал, нет большей любви, если кто положит душу за своих друзей. А он полагал душу за врагов. Поэтому его любовь – это абсолют, которым я никогда не буду обладать, соответственно, я не могу подражать Христу. То есть, твое понимание христианства заключается примерно в том же, что и мое в этом смысле, допустим, это вечное совершенствование. Ты никогда не будешь совершенны, но для того и существует, как Мартин Лютер учил, пытаясь контраргументировать те лживые, это, значит, попытки его совести критиковать его за каждый мельчайший грех. Это, значит, вот это место, которое он постоянно употреблял, что праведной верой жив будет, да. То есть, та глыба непомерных церковных каких-то обрядов, каких-то, значит, податей, каких-то там, которые католическая церковь возложила за каждый грех, она ничего общего, по сути, не имеет с христианством, если не сбалансировать это благодатью. Сбалансировать именно, не то, чтобы одно превозносилось над другим, где-то перекашивало, как мы видим, там, у кого-то там, у американских харизматов, допустим, там, теория учения процветания, а у этих там, у православных, аскеза там, и у каждой идет свою канаву, обочину, да. То есть, иными словами, христианство в этом и заключается, что ты наверняка не сможешь исполнить все постулаты христианства до конца, но стремиться к этому нужно, совершенствоваться нужно, и не терять умонастроение, и не впадать в депрессию и отчаяние, если у тебя где-то не получается, либо ты не дотягиваешь. Но ты имеешь внутреннее стремление, значит, все-таки свои какие-то грехи, значит, где-то побеждать, может, не сегодня, но в общей сложности, не концентрируясь на них, не впадая в депрессию, потому что депрессия тоже смертный грех. Святой доосвещается еще. То есть статус святости, это всегда процесс совершенствования, который, доколе мы не придем в полную, как написано, возраст Христа. А какой это возраст? Я не знаю. Это процесс, который закончится только с моментом смерти. Я не могу сказать, что я вот уже усовершенствовался, я достиг всего. И Павел говорит, я стремлюсь, я двигаюсь, поэтому каждый двигается. Павел мог сказать, течение совершил, веру сохранил. Он мог так оценить, потому что человек заплатил ту цену, которую я далеко-далеко-далеко не плачу и вряд ли ее буду платить. Но подход, да, праведный творит правду еще, святой доосвещается еще. В этом и суть христианства. Хорошо, тогда на этой ноте, пожалуй, мы сегодня закончим. И я надеюсь, что мы продолжим дальше. У меня бесконечное количество вопросов. И у наших читателей. Подписывайтесь на наш канал Славянского Сакрамента. Сегодня он у нас растет очень сильно. У нас уже 27 тысяч подписчиков на Ютубе и 120 тысяч подписчиков на Фейсбуке. Я также призываю подписываться на каналы Виталия. Я дам ссылочку на его Фейсбук, значит, в описании к этому видео. Пишите ваши комментарии, пожалуйста. Лайкайте. Предлагайте новые темы. И спасибо. До свидания. Спасибо, Руслан.